На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как спасаться в миру одинокому человеку? Одинокому человеку вообще плохо живется на свете, и верующему, и неверующему. Вообще христианство человека от одиночества избавляет. Даже если у тебя нет семьи, ты не живешь в браке, все равно ты никогда не одинок. Если говорить духовно, то с тобой ангел-хранитель. Тебя Христос взял в свои друзья. Мы иногда забываем о таком великом даре, что сам Бог хочет быть нашим другом. Иногда в миру есть такие люди великие, которым хочется хоть раз попасть. Я как священник знаю, как люди дорожат в встрече с патриархом. У них прям, вот если один раз они брали у него благословения, или как-то с ним, может быть, общались, они на всю жизнь запоминают. Но это разовая встреча. И к этой встрече очень много всяких препятствий, и не все достигают ее. А Христос идет к нам сам, первым. Он хочет с нами общаться, хочет с нами дружить. Он хочет быть нашим другом. Это удивительно. Бог идет к человеку. Одиночество – это, наверное, симптом, такой симптом, болезнь, болезнь нашего времени, нашего века. Так же, как и спешка. Смотрите, в современных сетях, в современных соцсетях, в Инстаграме или ВКонтакте, иногда бывает у тебя в друзьях тысяч человек. Ты страдаешь от одиночества. Потому что эта дружба виртуальная, она не настоящая, она искусственная. Но я, наверное, думаю, что этот вопрос адресован к людям, которые в церкви, которые ходят в храмы, у которых нет семьи, наверное, 90% это люди, это женщины. Потому что мужчина, даже если он живет без семьи, если он холостяк, все равно мужчине проще. У него есть иногда и деньги, и средства, и возможности. Для мужчины маневра в жизни гораздо больше. А вот женщина нет, женщина не может. Не может там куда-то постоянно ездить, путешествовать, общаться на другого устроения. И особенно, когда уже женщина не молодая, и она может быть и в храме работать, или в сестричестве, все равно испытывать какое-то внутреннее одиночество. Особенно, если эта женщина не имеет какого-то социальной защиты. Например, в Москве много приезжих. У них нет своего жилья. Они живут на съеме или в общежитиях, в какой-нибудь комнате. Вот уже возраст, и ничего нет. Нет детей, нет внуков, нет родственников. И вот наступает страх, наступает такая тревога. А как жить дальше? А если я заболею? А если случится какая-то трагедия в жизни? Если я уйду с этой работы? Вот как? Что делать? Вопрос, конечно, непростой. И здесь вместе со священником, может быть, должны работать психологи, которые тоже знают очень много всяких историй, ситуаций. Ну, понятно, что надо одинокому человеку пересмотреть свою жизнь. Часто одиночество, оно тоже объяснимо. То есть, твой характер, твоя замкнутость, можно сказать, социофобия. То есть, ты никогда не ходил в гости, никого ни к себе не приглашал, не общался. Ты почему-то погрузился в какую-то такую мрачную жизнь, одинокую, неразговорчивую. Ну, может, такой темперамент, такой характер. Но выросло то, что ты посадил. Оно по-другому не бывает. И большинство людей стремятся общаться с людьми жизнерадостными. Понятно, что когда человек болеет, ну, ему не до смеха, не до улыбок, не до шуток. Но не всегда ведь шутки и смех привлекают. Есть, например, я видел очень много таких старушек, бабушек с очень светлыми лицами. И в церкви, особенно раньше, их было очень много. Разные были бабушки, да. Были такие, их называли православные ведьмы. Но были те, которые, как сказал патриарх Алексей Второй, эти белые платочки спасли церковь. И вот мне всегда было очень дорого видеть такие светлые старенькие лица бабушек, которые прошли годы гонений, годы испытаний, и не озлобились, и не стали какими-то несчастными. Они потеряли и своих детей многие, и у них умерли мужья. И вот все равно они нашли свой путь в церкви, нашли путь в приходе. Вот сейчас почему-то даже церковные работники все равно все на зарплате. А в 90-е годы я ходил в храм, и каждая бабушка имела свой подсвечник. И она какой-то особой любовью, заботой за ним ухаживала. Потом они ходили друг к другу в гости, пили чай, обедали, готовили вместе храм. Ну, это обычно храм очень людей объединял. Они все жили рядом в одном районе, и вот у меня не было ощущения, что они были одиноки. Потому что они отдавали себе, они служили, они жертвовали собой. И человек, который умеет, например, заботиться, ну, как он может быть одиноким? Мне кажется, что одиночество – это собственный плод твоей жизни. То есть ты захотел быть одиноким, ты ничего не сделал, чтобы не быть одиноким. Поэтому если много лет прожито уже в этом состоянии, наверное, в 60 лет трудно меняться. Потому что ты уже так сформировался. Но я вот тоже, не к сожалению, могу сказать о себе, что я человек такой немногословный, мне вот больше нравится молчать. Но Бог меня свел с женой, которая, наоборот, очень разговорчивая. Говорит, человек подвешен, человек очень такой острый, колкий. Я понял, для чего? Чтобы я вышел из этой, так сказать, зоны молчания. Да, меня матушка может и как-то зацепить, и уколоть, и что-то сказать. Но это же хорошо. Ведь когда тебя, так сказать, досаждают какими-то уколами близкие, но если это делать, конечно, не специально, тебя все время хотят подкалывать, но это нормально. Святые отцы платили деньги тем, кто их обижал. Об этом писал Ава Дорофей. Это и были бесплатные учителя, бесплатные врачи. Поэтому если мы хотим победить гордость себе, первое, что нужно сделать, самый короткий путь – терпеть с улыбкой то, что тебе говорят люди. Это непросто, конечно, но надо делать именно так. И признак, я вам скажу, один признак победы над гордостью, когда человек может над собой посмеяться. Над собой. Вот это очень ценное качество, когда, например, в компании о ком-то скажут что-то смешное, и он не надует губы, да, и не уйдет в угол, а будет вместе смеяться, да, я вот такой. Или когда он сам о себе скажет, что-то такое смешное, что всем будет тоже смешно. То есть человек он такой, вот он ничего не изображает, это, как говорится, надо быть, а не казаться. Так что из одиночества надо вылезать, если это возможно еще. Если, конечно, вы не как улитка, которая залезла в эту свою ракушку, не как костный такой, какой-то материал, который уже не гнется, он только ломается. Но если вы как бы не хотите, ну, это ваш выбор. Но в целом одиночество не живет там, где человек все-таки служит, помогает, и где он побеждает гордость. Потому что уныние, в том числе, это один из стволов древа гордости, одна из ветвей, это гордыня. То есть гордый человек, он всегда унывает, в том числе. Он никого не любит, он все время одинок, он всегда унывает. Так что старайтесь, старайтесь быть таким человеком нужным. И в этом смысле помогают иногда книги, которые описывают историю людей, могущих, смогших пережить, победить в себе. Вот то горе, которое на них свалилось, и которые повернулись от этого горя к людям и пришли к ним со своей болью. И эту боль, так сказать, оставили где-то сзади и отдали себя людям, и оказались, так сказать, любимыми этими людьми. Вот. Например, известная история про отца Алексея Мичева, который овдовел, потерял любимую жену и впал в жуткую уныние. И когда он поехал к отцу Энкронштадтскому, тот ему сказал, хватит унывать, хватит хныкать. Выходи к людям, смотри, сколько вокруг тебя людей, кому ты нужен. Тебе некогда унывать. Вот отец Алексей вернулся в Москву, стал ежедневно служить почти в пустом храме. И постепенно этот знаменитый храм на Моросеке Никольский, он стал центром духовной жизни Москвы в самые страшные годы, 30-е, 20-е годы прошлого века, когда на нашу церковь обрушился вот этот молот гонений. Ну и множество других хороших историй, которые это одиночество могут помочь победить. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok